Прекрасно видеть ваши прекрасные лица. Прекрасно видеть друга от лица к лицу. Слава Богу, что есть возможности онлайн, ютуб, лайвстрим, но это все не замечает личной встречи. Когда мы собираемся вместе и славим Бога, мы чувствуем атмосферу Божьей любви. Мы вдохновляем друг друга, растет наша вера, мы поддерживаем друг друга, мы вдохновляем друг друга, мы их укрепляем. Поэтому очень важно, чтобы мы собирались вместе. Я очень рад быть с вами. И огромный-огромный вам привет от моей супруги Керстин и от нашей церкви, от нашего собрания «Христос для всех». Многие спрашивают меня, как супруга, как дети, как церковь. Я хочу для всех ответить. Одним словом, все хорошо. Ну, а если поподробнее, то могу похвалиться тем, что Господь полностью исцелил мою супругу Керстин, и она здорова. И даже больше ли энергии, силы, здоровья, чем было до онкологии? Бог исцелил, Бог поднял, восстановил. И теперь мы опять вместе в служении. Нету больше радости, чем когда ты видишь, как твои дети начинают служить Богу. Я вижу, некоторые подтверждают это. Дети взрослеют, нашей старшей дочери уже 20 лет. Учатся в университете. Любит Господа, служит Господу. У нее есть такой талант, все сделать красиво. И она в церкви все декорирует, делает красиво. Потом у нас сын Сила, ему уже 18 лет. Права, машина, профессия. Уже взрослый парень, смотришь на него. Он у нас отвечает за видео-трансляцию. В прославлении на бас-гитаре играет, на нормальной гитаре. В молодежи, он не лидер молодежи, но все считают, что он лидер. Потому что он приводит своих друзей постоянно. И там, где он, там все начинает оживать. Это так приятно, когда ты понимаешь, что ты не заставляешь. Это полностью от всего сердца, потому что сам любит Господа. Младшему, Эммануэль, ему 14 лет, но он тоже не отстает. Он тоже всегда в церкви. Даже когда во время пандемии, ну, часто не ходили в церковь. Это было все онлайн. Он звал всех, пойдемте, пойдемте, надо в церковь ходить. Но в церкви, правда, за время пандемии, как-то все рассеялись. Но сейчас опять собираемся. И в прошлое воскресенье мы исправляли Пасху. И опять зал был полный. Так приятно было всех видеть. Я думал, вы уже все потерялись. Слава Богу, вы вернулись. Хорошо, сегодня я хочу с вами прочитать Евангелие от Матфея, 28 главу. В прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария, Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господин, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь, к женщинам сказал, не бойтесь, ибо сказал, что вы, и сказал, ибо знаю, что вы ищите Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Давайте скажем вместе, Он воскрес. И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, Исей Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Если мы вот это читаем, то мы, может быть, не до конца представляем себе, что происходило в этот день. Вы представляете, Мария, Мария Магдалина, они подошли к гробу для того, чтобы помазать Его. И смотрят, камень отвален, и на камне сидит Ангел Господень. В белом одеянии, блистающий. Ну, конечно, они испугались. И те, которые стерегли гробницу, солдаты, да, они испугались от ужаса. Но ангел обращается к женщинам и говорит им, что не бойтесь. Я знаю, для чего вы пришли. Вы пришли искать Иисуса распятого. Но Его уже нету здесь. Вы что ищете живого среди мертвых? Он воскрес. Точно так, как Он говорил наперед вам. Он воскрес из мертвых. Не верите? Заходите, убедитесь сами. Когда я был в Иерусалиме, я поднимался на гору Голгофы. Это лобное место, где стоял крест. И неподалеку там есть гробница. Я лично заходил в эту гробницу. Иисуса там нету. Он воскрес! Он живой! И когда ты заходишь в эту гробницу, и знаешь, ты вот эту истину, ты начинаешь чувствовать, как мурашки по телу. И ты понимаешь, что здесь где-то происходило вот это чудо. Иисус Христос умирал здесь, на Хресте, ради наших грехов. взял на себя наши проклятия, наши болезни. И умер на кресте. И все думали, ну все. Ученики были в отчаянии. Он наперед все говорил, но когда это произошло, они не поняли это все. Они забыли, что Он сказал, что Он воскреснет на третий день. Они этого не ожидали. Часто бывает так в нашей жизни тоже. Бог проговорил в нашу жизнь. Но проходит время, и мы уже совсем забыли. И тогда, когда происходит то, что Бог говорил наперед, мы уже не помним, что Бог говорил это. Что Бог сделал это. Верен Господь. И заметьте дальше, что Он говорит, этот ангел Господний, на ученикам. Не бойтесь. И потом они встречают Иисуса самого. А Иисус что им сказал? Радуйтесь. Не бойтесь. Это Я. Идите в Галилею. Встречать Меня там. Знаете, что в этот день, в этот момент еще нет, что происходило? Мы читаем в 27 главе. Можем заглянуть туда. Это очень интересно, что там происходило. Трудно себе все представить. С 51 стиха. Когда Христос воскрес, что еще произошло? Когда Он умер. 51 стих. И вот завеса в храме разодралась на две. Сверху донизу. И земля потряслась, и камни рассеялись. И гробы отверзлись, и многие тела усовших святых воскресли. И выйдя из гробов, по воскресенью его вошли во святый град и явились многим. Сотних же и те, которые с Ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшие, устрашились весьма и говорили, воистину, Он был Сын Божий. Ну вот, представляете, воскресенье. Сидим с семьей дома. Завтракаем. Рано утром. Землетрясение происходит. Мертвые воскресают. Не только Христос воскрес, но мертвые и святые, которые пророчески уже знали об Иисусе, верили в Него. Давид верил уже в Иисуса. Они воскресают. Отваливается камень от гроба. И они выходят живые. Вот я представляю. Мы с семьей завтракаем. Воскресенье рано утром. И вдруг появляется Керстина мама, которая умерла три месяца назад. И говорит, вот это я. Я не умерла. Я живу. И мое тело уже никогда не умрет, потому что оно обновилось. Мы провожали маму моей супруги на Новый год в вечность. С 31 декабря и 1 января мы сидели рядом у ее постели и провожали ее. И уже в этом состоянии перед смертью она сказала, у меня мир с Богом, мир в душе, мир со всеми. Я готова. И потом она сказала, помните, у нас есть небесная обитель. И потом короткое время после этого последний вздох и она ушла. Но она не просто умерла. ее тело умерло. Но дух и душа вознеслись к Господу. И придет тот день, когда Христос глядет вновь. И опять откроются гробы умерших. Даже если уже тело полностью разложилось, сам Бог соберет все вновь. и даст новое тело. И будет вознесение. И мы вместе с ними вознесемся для встречи со Христом. И вернемся на эту уже обновленную землю. Будет новое небо и новая земля, где будет царить мир и любовь Божья. Через то, что свершил Иисус на кресте, когда Он умер и на третий день воскрес, смерть потеряла потеряла свою силу. Конечно, печально, когда кто-то умирает, потому что на время нам приходится расставаться с человеком. но у нас есть живая надежда. Иисус умер, и с Ним умерли мы. Нам не нужно ворачиваться к гробу, не нужно ворачиваться к старой жизни. что сказан ангел Божий. Что вы ищете живого среди мертвых? Его уже нету там. Итак, мы тоже должны оставить старую жизнь уже позади. когда мы жили во грехе, когда мы действовали по вожделению нашей плоти, когда мы были без надежды в этом мире. старое прошло. Мы умерли со Христом, но мы и воскресли с Ним. И мы теперь живем новой жизнью. Вернемся к тому моменту и представляем, что сидим, завтракаем, вдруг появилась мама. Вдруг появился мой папа. Он полтора года тому назад умер от короны. Он был готов встречать Иисуса. Он уже за год до этого говорил, почему Иисус еще не забрал меня? Я уже все свершил, все, к чему Господь призвал, все, что поручил, я уже все сделал. И дети все с Богом, и внуки все с Богом, все, все вроде, все сделано. И церковь Он поднял большую и передал уже дальше следующим поколению служение. И тогда я сказал ему, папа, хорошо, что не ты решаешь, когда пришло время, сам Бог решает, когда пришло время. Ты нам еще нужен. Нам приятно ворачиваться домой к родителям и просто понимать, что у нас есть родители, хотя уже пожилые, около 90 лет. И еще я ему сказал, а если не знаешь твое поручение, я знаю, мы нуждаемся, чтобы ты молился за нас. но он сказал, наверное, ты прав, тогда я буду молиться дальше за вас. И жил дальше, пришло время, когда в ноябре 2000 года он отошел к вечности. Я очень много плакал. Я плакал не потому, что я не знаю, что с ним, куда он идет. Я знал, что он идет в вечность, и он уже ждал этого дня. Но я плакал, потому что я понимал, что он оставил большой пример для меня, и мне хочется быть достойным, взять этот факел веры и нести его дальше. В моем сердце еще больше стало вот это почтение того, что мне передали, и что я должен донести дальше, передать следующему поколению и следующему поколению. представляю, опять сидим за завтраком, и приходит мой дедушка. Он ради веры в Иисуса Христа страдал здесь. и после десяти лет его выпустили из тюрьмы и думали, что сейчас начнется жизнь, будет все восстанавливаться, и нести его. А он несколько месяцев прожил, еще молодой, 50 лет не было. Начал опять служить, проповедовать церкви. что-то было сердцем, пошел в аптеку, стоял в аптеке, где все медикаменты находятся. Вдруг взялся за сердце, упал и не стало его. Это уже, наверное, 60 лет тому назад. Уже все разложилось тело. Но я представляю, если вдруг появился мой дедушка и сказал бы, внучок, мне так хорошо, что ты тоже служишь Господу. Неси этот огонь веры дальше. Аминь. Знаете, когда люди уходят в вечность, но они в вере в Господа Иисуса Христа, тогда это только переход. Перестает существовать вот это тленное, проходящее и вечное приходит. Иисус Христос победил грех. Он победил смерть. Он победил ад. И теперь смерть уже не страшна для нас. Иисус сказал женщинам, которые были в страхе, в смутении, радуйтесь. Не бойтесь. Написано в послании к коринфянам в пятнадцатой главе. С 54-55 стих хочу прочитать. Первый коринфянам. Когда житленное сие обличется в нетление и смертное сие обличется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Смерть где твоя жала? Ад где твоя победа? 51 айт. 15 54-55 54 54-55 Был жюзеге асып күрюйтін нәрселер мәңгілік. Нәрселермен алады масқаны шақта пайғамбарлар жалбаранындағы мұнадай вәлдер орындалады. Өлім женгілеп бір жола жоқ болады. Өлім қайда поглочена смерть победою. Смерть где твоя жала? Ад где твоя победа? Исус победил смерть. Я верен, что сегодня Исус хочет освободить и наше сердце от всякого страха. Мен сенем күдай Исса бүгінде бізін жүріңмізді арк кезгілген көркүштан бұсак скелет. Страх будущности. Многие пережили страхи во время пандемии. Многие пережили, что родные, близкие сильно болели и не знали выживут или не выживут. Страх пришел. нега 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 пережили, что кто-то умер. Это было очень печально, очень больно. Друзья, мы должны понимать, если кто-то умер во Христе, он веровал в Иисуса, тогда он перешел из этой жизни вечность. Болезни и смерть не должны уже страшить нас. Как только одно более-менее начало подходить к концу один кризис, тут другой кризис появился. война на Украине. У кого-то есть друзья, родные, близкие. Что происходит? Может быть, кто-то боится, а что, если с Казахстаном так произойдет? Никто не знает. И мы не знаем, что будет с нами. Но мы знаем одно. Наша жизнь в руках Божьих. В 28-й главе Евангелия от Матфея, которое мы читали, сначала там дальше, знаете, как продолжается. Вот когда мы читаем дальше, то в конце главы говорится с 18-го стиха. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И с вами во все дни до скончания века. Аминь. И 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 Имеет всю власть. Это высшее имя, превыше всех имен. И он говорит, не страшитесь, не бойтесь, радуйтесь. Я с вами до скончания века. Я не оставил вас сиротами здесь. Я не оставил вас одними. Но я дал Святого Духа. В Римлянам 8 главе мы хотим прочитать еще. Здесь написано в 11 стихе. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Мы должны понимать, какая сила внутри нас. Дух Святой, который воскресил Христа, Он живет в нас. Смерть побеждена. Мы, носители воскресения. И потому дальше написано в 15 стихе. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава, Отче. Мы не рабы, мы дети. Нам не нужно жить в страхе. Мы не приняли Духа страха. Может быть, раньше, когда они верующие были, мы жили в Духе страха. Мы постоянно боялись, что происходит. Но теперь мы приняли не Духа страха, а Духа любви и силы и целомудрия. и этот Дух любви Божией, Он изгоняет всякий страх. Когда мы понимаем, что Сам Бог, Творец Вселенной, любит нас, и мы дети Божьи, и мы называем Его нашим Папой, тогда нам не нужно ничего бояться. Он всегда будет заботиться о нас. Если придет война, Он будет с нами. Если придет гонение ради веры, Он будет с нами. Если настигнет какая-то болезнь, Он будет с нами. Если нас даже предадут, близкие, родные предадут, неправду будут говорить про нас, Он будет с нами. если будет землетрясение, Он будет с нами. Если будет наводнение, Он будет с нами. Что бы ни было, Он с нами всегда будет. Он сказал, «Се я с вами до скончания века». Вы приняли духа, усыновление, чтобы не жить опять в страхе, но жить в любви, жить в радости, жить в Царстве Божьем. И я хочу сегодня помолиться. Бог хочет освободить нас полностью от страха. Не надо бояться смерти. Не надо бояться болезни. Не надо бояться войны. Не надо бояться гонения. написано в Писании в Матфея 25 главе, что в последнее время вот эти вещи будут происходить. Вы будете слышать о войнах. Будут лжеучения, неправильные учения об Иисусе. Многие от веры отпадут. Начнут брат брата предавать. Гонение придет. Любовь охладеет у многих. Но написано именно в это время воспряньте духом, встаньте, возрадуйтесь. Ибо близко пришествие Господа. И в Англии о Царстве Божьем будет проповедоваться по всей земле. и тогда придет конец. Наше дело проповедовать Евангелие. Свидетельствовать о Боге. И когда люди будут смотреть на нас и говорить, а тебе не страшно, что происходит? ты сможешь сказать, нет, мне не страшно. Почему тебе не страшно? Ты не боишься заболеть? Ты не боишься, что война будет? Ты не боишься? Нет. Моя в жизни в руках Божьих. и с этого дня исчез страх в моей жизни. Я не боюсь смерти, потому что жизнь для меня Христос, а смерть приобретение. ты хочешь тоже освободиться от страха. Прими Иисуса в твою жизнь. И уйдет всякое чувство вины, всякое чувство стыда, уйдет всякий страх. Ты станешь свободным человеком. придет радость в твоем сердце. Мы призваны проповедовать об Иисусе, рассказывать людям. Как мы будем рассказывать, когда мы сами еще боимся чего-то? Когда в наших сердцах есть еще страх, сомнение, неуверенность. И мы слышим, может быть война, может быть то, может быть кто-то, а вдруг заболею, и у нас страх. Как мы можем тогда другим свидетельствовать? Иисус хочет сегодня освободить нас всех от страха, от стыда и наполнить наши сердца уверенностью, что мы дети Божьи. И Он будет всегда с нами, чтобы не происходило. Мы будем в радости, потому что мы знаем, что наши имена записаны на небесах. мы будем в радости, потому что скоро придет Господь, и тогда будет новое небо, новая земля, не будет больше слез, страданий, будет полностью обновление. В то же самое время там написано, что люди будут жить, и как это было в одни иное? Они ели, пили, женились, выходили замуж, вот ничего необычного не было. Но написано, бодрствуйте и молитесь, чтобы этот день, когда придет Христос, для вас не был неожиданным, но чтобы вы всегда были готовы. Нету разницы, где мы будем находиться в тот день, когда Христос придет. Или мы будем находиться в месте, где все спокойно, тихо, ничего нету, никакой войны, ничего там не преследуют, не предают, все спокойно, как в одни ноя. Или это будет так, как написано, что в последнее время будут войны, будут предательства, охладеют любовь и так далее, да? это же все одновременно происходит, но мы должны быть всегда готовы, и всегда без страха, без сомнения. я хочу помолиться, чтобы, если где-то есть еще страх, если где-то есть сомнение, неуверенность, какой-то стыд, может быть, еще какой-то грех угнетает, пускай это все уйдет, и это сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, пускай наполнит сердца. Аминь, помолимся об этом, давайте мы вместе все встанем для них. Аллелуя. Иисус, Ты живой Бог, Ты победил смерть, Ты умер и на третий день воскрес, Ты умер из-за наших грехов, взял на себя наши проклятия, наши болезни, и Ты освободил нас от смерти, Ты воскрес на третий день, и с Тобой мы начали новую жизнь, и пускай та сила, которая воскресила Тебя из мертвых, сила Духа Святого наполнит сейчас все наши сердца, пускай не будет страха, если у кого-то остались еще травмы в душе, даже через то, что пережили во время коронавируса, может быть, кто-то сильно болел, может быть, кто-то родной близкий умер, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты утешил сердца, наполнил миром, любовью, и пускай всякий страх уйдет, пускай будет уверенность в наших сердцах, потому что мы получили Духа силы, любви, целомудрия, и Божья любовь, она изгоняет всякий страх. Радуйтесь, говорит Иисус. И тогда женщины склонились и обняли Его ноги и поклонились Ему. И давайте мы вместе прославим еще Господа. Будем радоваться. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!